Процедура УЗИ является обязательной во время беременности, так как с ее помощью врач получает информацию о состоянии плода. Ученые доказали, УЗИ при беременности абсолютно безопасно, а ультразвук не оказывает отрицательного влияния ни на женщину, ни на юнка. Потому установлены определенные сроки, когда будущая мама должна пройти данное обследование. Делают вообще по стандарту три раза. Первый триместр делается в 11-14 недель, второй триместр в 20-22 недели. И третий триместр делается в 31-33 недели. Это если все хорошо. Если есть какие-то подозрения в первом триместре, делается дополнительно еще в 16-17 недель для амниоцинтеза. Для УЗИ врач использует специальный датчик – трансдюсер, от которого исходят неуловимые для человеческого слуха ультразвуковые волны. Они способны проникать внутрь человеческого организма, позволяя специалисту видеть состояние внутренних органов не только самой женщины, но и ребенка. Принцип их действия прост. Когда ультразвуковые волны доходят до какого-либо органа, они отражаются и возвращаются обратно, отправляя информацию в прибор. Именно ее, но уже в обработанном виде, можно наблюдать на экране аппарата. В первом триместре мы смотрим КТР, копчикотеменной размер, определяем, сколько по УЗИ у данной женщины недель, срок беременности, смотрим шейную складку часто, то есть мы его используем в биохимическом скрининге, этот показатель. Также мы используем в этом показателе, для этого показателя смотрим носовую кость у ребенка. То есть это такие косвенные для нас признаки синдрома Дауна. Попадает женщина в этот риск или не попадает в эти патологии. В 20 недель мы смотрим, то есть расширенно у нас идет такое УЗИ-исследование, мы смотрим полностью ребенка, то есть наличие всех органов, всех конечностей, на сердечко обязательно смотрим, чтобы не было никаких пороков. Сегодня будущие мамы спешат сделать первое УЗИ сразу после известия о наступившей беременности. Однако врачи предупреждают, не стоит спешить, всегда нужно следовать рекомендациям врача. А вот инновационный метод 3D УЗИ, который позволяет рассмотреть внешность ребенка во время беременности, является не просто красивой картинкой. Можно с помощью 3D очень хорошо посмотреть именно на подозрение расщели на губы неба. Очень часто начали вот это вот такое практиковать. А так в принципе, то есть это очень так красиво со стороны просто смотрится. Но обычно это делают, у нас еще пока такого, только это все внедряется. Часто вот именно такие картинки как бы просят мамы в частных центрах диагностических. Качество УЗИ зависит не только от грамотного специалиста, но и от новейшей аппаратуры. Этому показателю соответствует техника Брестского областного роддома. Самый, наверное, популярный именно при натальной диагностике – это валюсон. У нас в областном родильном доме есть седьмой валюсон 730, в медико-генетической консультации – восьмой. То есть он более новый и считается, наверное, самыми лучшими. Также используют АЛОКУ аппараты. Ну, как бы в них изображение просто немножко хуже. Еще есть Мендрей – новые такие аппараты, но вот по изображению, по качеству больше валюсон. Будущие мамы уверены – ультразвуковая диагностика в разы повысила вероятность рождения здорового ребенка. 27 недель у меня. Я ожидаю мальчика. Ну, первый день, наверное, тоже волнительный, как всегда, для любой, на мам. Ну, будущий, тем более у меня первый ребенок. Ну, думала, что скажут плод, но сначала не сказали. То есть все после моей беременности у меня протекало, вроде бы, все хорошо. Уже на втором УЗИ сказали, но тоже не точно, хотя хотелось бы уже точный, конечно, плод. Вот. И когда уже узнала точно, тогда уже, конечно, праздничный мальчик. Для особенного доверения патологии, думаю, очень важно, чтобы с ребенком все было хорошо. УЗИ – это прежде всего возможность узнать о правильном развитии своего ребенка. Потому будущим мамам следует позаботиться, чтобы эту процедуру проводил квалифицированный специалист посредством современной аппаратуры.